Некоторые города сделали, субъекты федерации сделали серьезные шаги вперед, заметные очень по улучшению университета климата. Впервые Тулос вышло в число лидеров, тоже третье место занимает. Алексей Геннадьевич, как вам удалось это сделать? Если говорить про Тульскую область, то за прошлый год мы существенно продвинулись по некоторым направлениям. Сократились сроки выдачи разрешений на строительство, прибавили финансовую и налоговую поддержку. Объем инвестиций в регион в прошлом году составил около 178 миллиардов рублей, это рост почти на 9%. Доля инвестиций в ВРП составила 27%, а всего 2016 года в Тульскую область было инвестировано около 600 миллиардов рублей, сумма серьезная. Работа в условиях пандемии потребовала оперативных решений и новых механизмов. В Тульской области около 900 компаний получили льготное и беспроцентное кредитование на восстановление деятельности и выплату зарплаты на сумму около 1,7 миллиардов рублей. Кредитными каникулами воспользовались более 500 предпринимателей на сумму 3 миллиарда рублей. Субсидии на зарплату получили 11 тысяч предпринимателей, а 19 тысяч освобождены от уплаты налогов за второй квартал. Во-вторых, с первых дней ограничения мы в тесном взаимодействии с бизнесом разработали и принимали инструменты региональной поддержки. Уже принято три пакета мер поддержки. Работа была динамичной, из колес, синхронно с федеральным правительством. В это непростое для экономики время агентство проявило себя как гибкие и важные для наших предпринимателей и субъектов института развития. Две недели назад совместно с рабочей группой ОСЕИ обсуждали новые проекты в социальной сфере, в молодежной политике, в туризме. Это отвечает не только запросам наших граждан, но и наших предпринимателей, инвесторов. В прошлом году на стратегической сессии ОСЕИ в рамках Петербургского экономического форума мы говорили о том, что бизнес сегодня идет туда, где созданы комфортные условия для жизни людей. Это касается и социальной сферы, и качества самой среды. И совместная работа регионов и ОСЕИ в этом направлении, мы видим, помогает нам достигать определенных результатов для субъектов Российской Федерации, для устойчивой экономики и других направлений, по которым мы совместно работаем. Спасибо, Владимир Владимирович. Хорошо, спасибо. Вам спасибо за работу, за такие результаты. Ежегодно мы проводим опрос предпринимателей по всей стране и задаем вопросы, как удобно ли вести им бизнес в том регионе, где они находятся. Какие меры поддержки предприниматель может получить в этом регионе. Какая инфраструктура доступна для бизнеса в этом субъекте. Какие сроки, процедуры и какие затраты необходимы на получение государственных услуг, разрешительных документов. Доступность кадров в регионе, контрольно-надзорная деятельность. В этом году мы также провели опрос, и в нем тоже традиционно участвуют уже около полумиллиона предпринимателей по всей стране. Готовы представить результаты. У нас есть изменения в первой десятке, в тройке лидеров. Назову первых. На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года. В прошлом году Москва также была на первом месте. Но если мы думали уже, что лидерам некуда дальше расти, что они действительно уже имеют самые короткие сроки. Все услуги предоставляются в электронном виде. Предприниматели получают все необходимые меры поддержки. И самое главное, что они доступны и востребованы. То здесь Москва показала кратно даже лучший результат, чем в прошлом году. Это, конечно, очень радует. Второе место республика Татарстан. В прошлом году также республика была на втором месте. Поэтому в этом году получила такой же хороший результат и вошла в тройку лидеров. Третья позиция Тульская область. В прошлом году была на шестом месте. В этом году поднялась на три позиции. Имеем очень хорошую обратную связь от инвесторов, от предпринимателей, которые пришли в регион и реализуют как большие крупные инфраструктурные проекты, так и проекты малого-среднего бизнеса.